Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении к народу поблагодарил западных партнеров, в частности США, за предоставление мощного оружия. Напомним, что Америка утвердила передачу системы залпового огня HIMARS. Эти системы в корне поменяют ситуацию на фронте, уверены эксперты. Это оружие действительно поможет спасти жизни наших людей и защитить нашу страну. Я благодарен президенту США, всем нашим американским друзьям и народу Соединенных Штатов Америки за эту поддержку. Мы ожидаем этого очень, сказал Зеленский в своем вечернем выступлении. Мы также ожидаем хороших новостей от других партнеров в отношении поставок оружия. Сегодня, например, появился новый пакет оборонной помощи из Швеции. Я очень благодарен правительству. Мы работаем над тем, чтобы вывести объемы поставок современных боевых систем на более высокий уровень, добавил глава государства. В настоящее время администрация президента США также планирует продать украинским военным беспилотники, которые способны нести ракеты Hellfire. Это идет в дополнение к планам США отправить Украине современную артиллерийско-ракетную систему, способную поражать российские цели с расстояния почти в 60 километров. Тем временем глава киберкомандования США впервые признал, что США проводят наступательные кибероперации, чтобы помочь Украине. Между прочим, конфликт вызвал крупный продовольственный кризис во всем мире, поскольку российская блокада украинских портов и западные санкции прервали поставки зерна и других товаров из двух стран. Нарушенная цепочка поставок вызвала опасения по поводу риска глобального голода. Россия и Украина производят около 30% мировых запасов зерна. Положительным моментом стало заявление Минобороны России 2 июня о том, что суда-зерновозы могут выходить из украинских черноморских портов через гуманитарные коридоры. Согласно сообщению, Россия также готова обеспечить безопасность судов. Российская Федерация не будет использовать гуманитарную ситуацию на Украине для давления, заявили в Минобороны. Президент Украины недавно предупредил мировое сообщество о возможном голоде в некоторых странах из-за тактики Российской Федерации по использованию продуктов питания в качестве оружия. Если этого не предотвратить, у нас возникнет проблема политического хаоса в некоторых африканских и азиатских государствах. Это означает миграционный кризис в Европе, поскольку люди из голодающих стран будут искать спасения, сказал он. Зеленский указал, что продовольственный кризис также приведет к масштабным протестам в странах Европы. Многим правительствам придется объяснять демонстрантам на улицах различных европейских городов, почему наш континент был заложником государства. Это государство Россия и человека в Москве, отдавшего приказ о морской блокаде Украины, пояснил он.